Добрый день, добрый день, добрый день, дорогие друзья! С вами Светлана. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, пишите комментарии. Друзья мои, а сегодня мы будем готовить с вами чизкейк. Я сейчас покажу вам, какие продукты для этого я приготовила. Желе клубничное, желатин, в крошку измельченное печенье, сливочное масло, сахар, форма с разъемными краями. Я уже края пергаментной бумагой застелила. Это нужно, чтобы потом лучше вынимать торт будущий. Дольки мандаринчика, сметанка, творог. Вот такие продукты. Все пропорции продуктов я выложу внизу под видео. А сейчас мы будем делать нижний слой. Это печенье смешаем со сливочным маслом. Сливочное масло я сейчас растоплю, смешаю с печеньем и выложу нижний слой в нашу форму. Итак, будем наш тортик готовить дальше. Вперед, поехали! Вот, друзья, я смешала крошку печенья со сливочным маслом растопленным и проложила слой нижний в форме для нашего торта. Я эту форму ставлю в морозилочку на застывание. А далее мы займемся приготовлением слоя второго. Для этого мы творог определяем в одну посуду со сметанкой. Смешиваем со сметанкой. Вот так. Вот так. И вот так. Сюда же мы определяем 8 столовых ложек сахара. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И сейчас я буду смешивать данную массу блендером и поставлю желатин для того, чтобы он у нас набухал. Вот, какие приготовления я сейчас сделаю для дальнейшего приготовления нашего тортика. Итак, будем взбивать миксером и заниматься желатином. Итак, друзья, вот он мой крем. Я взбила его. Уже как следует взбила. Осталось еще чуть-чуть. Вот он у меня. Вот такая вот масса получилась. Это у меня желатин. Он у меня набух. 10 минут набухал. В соединение с водой желатин. Затем я его распустила. Я в микроволновой. А вы можете на водяной бане. Вливаем желатин в наш крем. В наш следующий слой. И хорошенечко блендером я его перемешиваю с содержимым. Вот таким образом. Хорошенько желатин. Мы перемешиваем. 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 Вот так вот погруженым блендером я делаю. Вы можете это сделать миксером. Вот я хорошенько перемешала. И делаем наш торт дальше. Итак, друзья мои. Я вот в морозилочке держала где-то час корж нижний из печенья со сливочным маслом. Вот он застыл. Я приготовила корж средний. Вот он, друзья мои. Желатин сюда добавила. Все взбила хорошенько. И выливаю аккуратненько. Выливаю на данный слой из печенья. из печенья наш беленький слой. Слой номер два. Вот я его выливаю. Выливаю. И он у меня распределился по торту. Ставлю я его в холодильничек. Часика на полтора-два. Буду смотреть по застыванию. И покажу вам. А вот мы взяли желе-пачку. Пачка желе клубники у меня. Клубничная. 200 миллилитров воды. Высыпаем. И помешиваем до растворения. Наше желе. Сейчас закипит. Выключим. И до остывания оставим. В данном ковшечке. Вот так. Будет оно у нас остывать до комнатной температуры. И так выключаем. Так. Мы с вами будем сейчас выкладывать на наш чизкейк фрукты. Мандариночки. Дольки мандаринок. Белый слой уже застыл. Белый слой уже застыл. Желет остыло из клубники, которая я варила для третьего слоя. И поэтому мы сейчас и занимаемся третьим слоем. Обязательно нужно дождаться, когда застынет белый слой и остынет желе. Если лить желе не остывшее, а повышенной температуры, то тогда могут быть разводы белые. Вот поэтому мы дождались остывания, застывания, все как положено. И теперь смело выкладываем наши мандаринки. Смело выкладываем наши мандаринки. Вот таким образом, чтобы было красиво. А вот оно, наше желе. Остывшее, сваренное. Вот такого оно цвета. И мы аккуратненько, охлажденное, заливаем наш тортик сверху. Покрываем наши мандаринки. У меня невысокий будет, невысокий третий слой. Я люблю маленькие. Вот таким образом у нас получилось и вышло. Ставим его в холодильник до полного застывания. А потом я его вам покажу. Друзья мои, а вот он наш чизкейк. Вот такой красивый, аппетитный, очень вкусный он у нас получился. Вот он такой. Я постаралась сделать не низкий, повыше. Вы можете использовать различные фрукты наверх, а также сочетание фруктов. Это ваша фантазия, а также ваши предпочтения. Я брала мандаринки. На этой вкуснейшей ноте я с вами прощаюсь. Пока-пока, дорогие мои. До встречи в следующем ролике. Я вас всех обожаю. Пока-пока.